бюсмилля рахмарахим всех приветствую всем ассалам алейкум сегодня у нас первый подкаст все волнуются все нервничают и это ладно снимала много раз но вот они для них это первый раз поэтому самое главное намерение расслабьтесь я думаю аллах сам подскажет что надо говорить как надо отвечать поэтому я думаю все будет классно сегодня у нас подкаст у нас будут разные вопросы разные темы и я очень вообще я не знаю как все пройдет потому что у нас нету четкого плана у нас нету как все должно быть и не понимаю пока потому что первый раз как вы сами понимаете да но надеюсь что все будет очень барракатно мешала если этот подкаст поможет хотя бы одной девушке или женщине не жила мы будем очень счастливы поэтому я сама пока не знаю как все пройдет как все будет как должно быть тоже не знаю буду просто задавать вопросы если у кого-то из вас есть что добавить вы можете спокойно добавлять окей и наверное начнем с первого вопроса первому вопрос один арочки почему некоторые девочки девушки женщины не выходят замуж что за этим стоит и можно ли что-то с этим сделать почему женщина не может выйти замуж на самом деле это наш заказ то есть какие-то глубинные моменты она если женщина до этого грешила да она думает что она грешница да она не достойна выйти замуж или бывают какие-то страхи например в окружении да в ближайшем окружении там родственников да могу что-то при обыграться когда скажем так и она ну как это какая-то некая для нее этот ограничивающие убеждения да скажем так например она еще не вышла замуж а уже боится развестись да или какие-то моменты не знаю финансовые да может быть боится что какая-то будет нехватка еще что-то может быть какой-то страх там не знаю с детьми да там рождение еще что-то ну то есть каждого это индивидуально еще есть такой момент когда женщина девушка говорит что я готова ну как бы аллах мне не дает да как бы или когда аллах решит да скажем так тоже на самом деле такой как бы до самообман а потому что аллах изначально знал что мы будем не идеальными да что мы будем грешными но все равно нас создался равно сотворил как бы до нас и он со своими мощными прекрасными именами рахмана рахим да ему это несложно нам дать он в куране говорит я сотворила с парами до женитьба это сумма да все хорошее от меня все плохое от вас да поэтому здесь получается нужно самой девочки самой женщине как бы до сделать такой некий самоанализ разобрать да не знаю там откровенно поговорить с собой понять решить как бы да и потом самое главное сделать решить да сделать решить как бы что я хочу выйти замуж принять от принять решение до самое важное принять решение что я как бы до хочу я выйду замуж как бы от для аллаха это несложно вот когда ты говорила про то что она смотрит на окружающих и есть какое-то от них вот это вот знаешь это происходит оказывается из-за того что человек восхитился чей-то судьбой мы можем либо восхититься либо испугаться очень сильно и тот и другой это у нас остается внутри и мы это потом пытаемся заказать да мы дайте к этому город засаде мы к этому стремимся да аллах дает нам то к чему мы стремимся и многие люди думают нет если стремлюсь только к хорошему к лучшему ну шикарно если это на самом деле было бы так но внутри же есть какие-то моменты которых мы не сознаем и вот там вот очень много таких вот моментов что нужно значит сделать ну то здесь и такой момент когда даже если она грешила да действительно это же не просто так ну такое самобичевание до начинается не нужно давать какую-то оценку до этой ситуации нужно делать то уби да нужно много молиться просить у аллаха да а вот по поводу страхов если как бы да там проигралась ситуация не для того чтобы это появилось в ее жизни да что вот так вот может быть а это был как некий тоже пример мудрость да скажем так аллаха чтобы но можно сделать по-другому да не обязательно также здесь мудрость нужно говорят что размышляете да то есть наверное да и очень важно наверное я когда вот восхитились или испугались чьей-то судьбой с уважением с уважением до уважить до судьбу я не знаю родители что где там это где этот страх как бы произошел то здесь действительно нужно разобраться самой собой как бы до честный такой диалог провести шикарно я думаю если девушка действительно сама собой разберется если она сможет признаться в чем-то это уже не будет работать старая программа почему потому что то в чем мы себе признаемся это что-то больше нами не управляет даже круто да либо это все от процентов успеха да уже поняла что действительно что у меня его года да поэтому это действительно на самом деле круто работает почти большой динарочка нас услышали и следующий тогда вопрос оружан так как оружен у нас буквально месяц назад замуж вышла мой маша лоба счастлива мы действительно очень-очень были рады когда тебе забрали совсем мало лет сколько тебе лет 20 20 лет где мои 20 ладно это мои 20 я была уже стервозина конечно ты такая маша ла еще еще добрая она еще хорошая и добрая ваша это очень радует тогда тебе такой вопрос какие нужно делать намерения когда выходишь замуж можно ли все четко конкретно рассчитать потому что очень многие выходят замуж и у них идет вот прям полный расчет они смотрят так на папу на маму на самого образование дипломы какие качества вроде крутой вроде умные вроде такой начитанный все она рассчитывает на все она все что она читала она смотрит на это все и думает буду уповать на это наверное все его качества все что я рассчитала мне поможет построить очень крепкую счастливую семью но практика показывает что это не работает поэтому почему так происходит ты нам пожалуйста объяснить вот мы же всегда говорим то что важно начинать с намерений но очень такое интересный вопрос а как исправлять это намерением когда мы вступаем в рак особенно перед замужеством очень важно с каким нет мы туда идем это очень важный шаг в каждой жизни конечно же и когда мы идем мы думаем что замужца это полное удовлетворение нашего навса то есть это наши хотелки то что муж будет делать как я хочу всю кровь будет делать как я хочу все окружающие будут делать как я хочу и когда у женщина есть уже план что вот так то так я хочу сейчас очень много кстати практик то что нужно прописать тысячи качеств сто одно качество какое должно каким должен быть твой муж там он такой иманда сабарла что-то еще такое да разные качества конечно это очень важно иметь представление но вот один миг у нас же горит перми дети вот это может наоборот наоборот об обратной превратиться когда мы от упования на аллаха мы идем на упование на качестве человека то есть у нас уже идет вот такая привязка то что он же религиозный он же богобоязненный тогда он меня не бросит тогда он такой такой тогда ранте да как будто да 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 мы ищем гарантию в обычной жизни мы же постоянно ищем это связано с тем что женщина всегда хочет контролировать и обратный эффект начинается то что она всегда на нервах всегда она такая как что происходит а если что-то идет не так тогда начинается вот этот конфликт поэтому когда вот многие девушки задаются вопросом а тогда что просто идти ничего не узнав нет это очень важно именно зависит от самой девушки когда она понимает то что не его иман не его деньги чаще всего кстати говорим то что там не его деньги не важны но важна перспектива то что у него есть пару проектов то что он так делал наверняка будущему сможет обеспечить он же работы это тоже самое мы на уповаем на его качества какие-то а качество кто дает всевышний то есть всевышний вселив его сердце то что сейчас в определенный период ты будешь таким но в определенный период он может поменяться и когда мы привязываем свое сердце уже изначально мы идем туда уже замужеством выступаем с тем что мы привязаны к его качествам нам потом бывает больно когда он меняется потом мы такие типа ты до замужества был таким а теперь ты стал таким почему почему вот вы все такие то что то замуж что вы обманываете на самом деле нет это был наш самый обман то что мы влюбились вы любите вот думаю то что надо гарантию искать вообще не стоит искать потому что надо уповать именно на волю аллаха потому что всегда его воля все решает на и лучшим образом согласна очень согласна и сейчас нас могут не так понять дам в том плане что отчете про включение смотреть кто он какой он да нет конечно мы будем смотреть конечно у нас есть внутри какие-то свои запросы на этим запросам и обязательно будем смотреть но просто мы о том что не нужно на это уповать не нужно думать что стопроцентно если в нем вот такие качества это всю жизнь для меня гарантия того что я буду да почему мы ищем гарантию потому что мы же хотим избежать этих испытаний где нам будет не больно где будет наоборот классно радостно нашему нас и вот кайфово нам классно и поэтому это уже уже не с они не совсем правильное намерение согласна согласна вот что касается нас а раз уж мы дошли да и не димы до воли ручка ты нам пожалуйста объясни что такое вообще нас что с ним делать и вообще почему он есть классный вопрос я вот считаю что это вообще обман но не века наверное сотворение человечества такой огромный обман что все люди думают что нас это часть меня то есть то есть я люблю что-то люблю мужа люблю детей то эта часть меня это я люблю на самом деле она это просто внутри отдельная сущность от нас я бы всем порекомендовала отдалиться от этого от этой сущности жестко ее в себе как-то прочувствовать и понять что это не ты на самом деле наоборот вот наш муж это наша часть потому что в куране же написано то что мы из его ребра на самом деле мы с нашим мужем это единое целое это как будто бы обижаться на собственную руку это как будто бы иметь претензии до к своей руке и то же самое и осуждать свою руку за какие-то ее качества да за спиной еще некоторые хотят ее отрезать и выкинуть типа такого стафрала а на самом деле нас вот именно то инородное тело которое пока существует с нами пока мы на этом свете в этой жизни и нужно четко понимать сейчас больно не мне а больно моему нас сейчас кайфую не я а мой нас и когда вы точно поймете что муж это наоборот вы ваша часть она все это что-то инородное от вас вам будет намного легче воспитывать ваш навс и работать с ним например мы же не можем мужа принять потому что видим со временем он начинает проявляться начинает его навс он начинает себя показывать именно своей начинает раскрываться его навс и можно так сказать и мы видим это все и не можем принять нет типа ты не такой должен быть и у нас есть голове установка что если ты будешь такой я тебя не приму а на самом деле мы с мужьями это вот идеального 2 частички лего у него есть выпуклости а у нас есть дырочки на эти выпуклости и если мы примем эти выпуклости просто поймем что эти выпуклости существует потому что это сообщение от аллаха то что у нас есть такие дырочки нам надо со своими дырочками разобраться тогда мы идеально сомкнем со своими мужьями поймем что мы единое целом и не будем с ними конкурировать у нас не будет по отношению к ним просыпаться гордыня потому что мы поймем это же моя часть это я когда мы мысленно и сердцем с ними объединимся вот тогда мы будем единым целом мы единым целом в таком же формате войдем в Райншала. И в таком же формате мы начнем здесь, наконец, отворить великие дела, когда перестанем друг от друга тереться своими навсами, требовать друг от друга что-то, иметь друг от друга какие-то претензии. Вот я желаю каждой девушке это ощутить, именно единство со своим мужем, вот всегда на его стороне. Вот понимать, что он и я нет никакого разделения, мы единое целое. Тогда, конечно, будет проще, вы будете понимать, вот это обижается мой навс, это кайфует мой навс, а мой муж это я сам, сама. Интересно, да? Да. Очень согласна и хотелось бы добавить, что легко, когда, вот как ты сказала, если мы будем жить точно так же, очень легко любой женщине. Почему? Потому что у тебя уже внутри не будет желания бороться, потому что ты понимаешь, ну с чем бороться? Бороться нужно я не против тебя, да, муж, я, возможно, против твоего навса, я, возможно, против шага нахуделях, которые нас пытаются разругать, но я не против самого тебя. И когда мы в мыслях это держим, нам легче. Это даже, вот, вчера у меня дети начинают орать, три годика орет, три месяца орет, и шесть лет орут втроем, это так получилось, что они все одновременно начали, это и что-то надо, этому что-то надо, этот что-то просит, и все, и такой шум, а муж присел чай попить, представьте, мысли вдвоем сидим, чай пить, а они начинают орать. Понятное дело, ну, я, мне, конечно, немножко непонятно, почему многодетный отец до сих пор не привык, мне это непонятно. Я многодетная мама, я привыкла, я спокойно кричит, кто-то плачет, я могу спокойно чай наливать, пить, кушать и жить спокойно и счастливой жизнью, да, он не может. Ну, понятное дело, мужчин же у них по-другому. Кстати, почему мужчина не может, потому что, оказывается, когда кто-то кричит, у них вырабатывается желание спасти, а он не понимает, кого спасать. И я сижу спокойно, и он на меня начинает просто наезжать на ровном месте. Как он на меня вчера наезжал? Я говорю, что ты сидишь, ты вообще, да, что это такое? Встала, что я не сделала? Я говорю, что они перестанут плакать? Ты пять минут посиди, десять минут максимум, они перестанут. В смысле десять минут, все, у него? И в этот момент я понимаю, что реагирует у него внутри не совсем он сам. И вот это нужно отделять, наверное. Он сам всегда добрый, хороший, лучший. Раз уж я за него вышла, я же его выбора, я полюбила, все, это мой выбор, я за ним пошла. Столько детей родили, я с ним живу сколько лет, да? Он сам уже лучший. Но вот эта вот часть, да, есть, и я не могу это выкинуть из него, вырвать. Я не могу с этим бороться, потому что это внутрь него. Это если был внутри, чтобы бороться с этим, я должна туда попасть. Но это же нереально. Поэтому вот с навсом работает каждый человек сам. Я не могу бороться с навсом моего мужа, да? Только он сам может с этим навсом бороться. Я не могу бороться с навсом моих детей. Они сами только должны это побороть, да? Поэтому здесь такой очень важный момент, всегда себе напоминать, что только Шайтана Гузбелях, ваш враг, который через нас на вас действует, нисколько не муж, нисколько не дети и так далее, да. Если мы будем это помнить, мне кажется, нам будет легче жить, иншалла, да. Спасибо большое, спасибо, шикарно. А Ружан, тебе вопрос. Как женщине научиться быть чувственной? Нужно ли это? Как это развивать? И такой еще вопрос, каждая ли женщина чувственная? Изначально или это не так? Есть такие женщины, которые вообще ничего не чувствуют, не понимают. То есть она так родилась такой или вообще как это происходит? На самом деле Аллах создал нас очень красивыми, тонкими, очень нежными и очень чувственными, многогранными. Единственное, какие-то обстоятельства, в частности, наша реакция, наш ответ на это влияет. И уже со временем все это меняется. Каждая женщина априори, она очень чувственна, поскольку женщина, она живет чувствами. Когда следует женщина по своим чувствам, когда она очищает свое сердце, тогда она учится слышать самые лучшие чувства. Но у нас чаще всего сердце заполнено претензиями, разными обидами, разными воспоминаниями. Поэтому чаще всего вот этот истинный голос, эти истинные чувства от Аллаха, чистые, без прикрас, мы не слышим, поскольку эти обиды нас перекрывают полностью. Можно вот, например, этот же стакан, либо чашу посмотреть, как в наше сердце. Изначально оно очень чистое, когда мы родились, когда мы пришли на этот свет. Девочка растет, уже какие-то претензии, обиды начинают появляться. Но мы ни в коем случае ее не обвиняем, поскольку это ее судьба, она априори красивая, и она должна была пройти эту красивую судьбу. Но реакция у каждого разная. Тот же самый наш навс, он иногда просыпается, со временем мы с ним знакомимся, со временем мы его воспитываем, где-то мы идем на его поводу, например, да. И тогда уже меняется чувственность женщины. Дальше уже появляются разные установки. То есть у нас чаще всего, что начинается вот с одной стороны в другую, либо мы говорим о своих чувствах очень громко, мы говорим не сердцем, мы говорим просто вот словами, очень громкими словами, иногда обидными, либо мы подавляем эти чувства. То есть мы думаем то, что нет, женщина должна быть такой, 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 все, я не буду говорить о своих чувствах. То есть это две вот, две крайности. Например, когда мы начинаем подавлять, когда мы начинаем игнорировать свои чувства, которые уже выходят вот-вот, что у нас начинается? Мы перестаем чувствовать в целом не только негативные чувства, мы перестаем слышать вот это и позитивные чувства тоже. То есть, например, случилась какая-то ситуация, и у нас срабатывает что? Защитный рефлекс. Какая-то ситуация, она потревожила нас, и у нас уже, что организм, он же хочет всегда нас защитить, и мы начинаем подавлять эти эмоции. Нам же нужно жить, случилась ситуация, пять лет прошло, мы не можем плакать по этой ситуации, поэтому иногда мы её подавляем. Но со временем у нас подавляются и позитивные чувства тоже, поэтому всегда нужно уметь в моменте прочувствовать, что я сейчас чувствую боль, а с чего она возникла, почему, и не искать кого-то, и не делать кого-то виноватым. То, что вот мы сидим, Гульмирка сделала так, так, значит, она виновата. Нет, это же моя реакция, то, что она так сказала мне что-то, и это что-то пробудило во мне, какие-то эмоции, которые были, возможно, до, возможно, у меня дома что-то было не так, и тут Гульмирка сказала, и я такая сразу на неё набросилась. Либо я это проигнорила и так отложила в какой-то ящик. А приори каждая женщина чувственна, и очень важно говорить о своих чувствах именно сердцем, то есть уже очищать своё сердце. Первый шаг — это, конечно же, вот этот кувшин, который изначально уже был чистым. Важно очищать потихоньку от претензий, от обид, уже видеть то, что мы смотрим на человека, даже если мы на кого-то обиделись, мы смотрим на него, как на творение Аллаха. Вот просто мы не видим в него, мы не оцениваем его. Я не оцениваю Гульмиру, я не оцениваю Динару, я не оцениваю их на вас, потому что уже я перемещаюсь в ролями. То же самое именно, когда мы в отношениях с мужем, когда мы пытаемся всё бесконечно контролировать, тогда теряется наша чувственность. Потому что мы живём чем? Мозгом. Уже всё. А это бесконечно контроль, а это тяжело. И женщина начинает что? Суровой становиться. А любая даже самая суровая женщина, самая такая, да, скажем, как мы отзываемся, коварная, змея, ещё что-то, она на самом деле внутри, у неё есть что-то прекрасное. Конечно. Когда она уже начинает всё это раскрывать. Поэтому важно вот этот кувшин именно очищать. Ну, шава. Кувшин. Как своё сердце, да, чищать? Шикарно. Да. Аллах же не ошибается, действительно, да. То есть, получается, в каждой, да, рождается своей личностью. Она сейчас может быть действительно, да, ну, какая-то грубая, да, скажем так, но Аллах же заложил в ней некий потенциал, да. То есть, в ней есть действительно что-то прекрасное. Просто нужно действительно развивать, раскрывать. И ещё вот эта вот классная тема, то, что про зеркала, да, это Торибек Бигбаев, да, получается, все семинары, да, прям тоже. Нужно посоветовать, чтобы обязательно все сходили, потому что действительно, да, зеркало же, да, наше отражение получается. Да, и вот, как ты сказала, в ящик, когда мы подавляем чувства, обязательно приходят люди, которые будут провоцировать эти чувства. Здесь нужно просто задуматься всегда, задумываться о своей реакции. Не о том, почему это так сказала, это так и сделала, неважно, какая у меня реакция. Потому что одна и та же ситуация, кого-то очень сильно заденет, кто-то вообще не заметит. Он просто не заметит, он скажет, кто-то заметит, что с ней не так поздоровались, например, да, а кто-то вообще об этом даже задумывается. И что за этим стоит, да, возможно, ей важно вот это признание кого-то, то, что к ней должны обращаться. Возможно, вот это уже говорит нашей гордыни. Уже условия какие-то есть. Я когда захожу, вы должны так здороваться. Очень важно не искать, кто-то виноват. Всегда надо в себя, да, смотреть, потому что действительно мы уникальное создание Аллаха, да. То есть, как вот вы говорите, мы алмаз изначально, да, а просто мы как путники идем, как бы, да, и оттачиваем грани, да, своего алмаза, скажем. Да, мы делали, да. Девочки, а знаете, что классно поможет, как я сказала, то, что надо в голове же держать понятие, что у тебя в голове две сущности, Навс и ты сам. Раздвоение личности. Раздвоение личности. Что-то в этом роде. Просто нужно к этому легче относиться и понимать, что есть Навс и все. Да. И вот обычно Навс говорит какие-то несправедливости. Он говорит, вот Гульмира, например, как Аружан привела пример, вот Гульмира вечно грубая, из-за этого она мне что-то грубое сказала, из-за этого я обиделась. То есть, это четко голос Навса. А для того, чтобы понимать каждый раз, где говорит мой Навс, а где не мой Навс говорит, надо, оказывается, очень хорошо делать зыкры, понимать имена Аллаха. Потому что, когда мы знаем имена Аллаха, мы знаем, что он справедливый, что он щедрый, что он не допускает несправедливости даже на мельчайшую частицу. И тогда мы понимаем, не может быть, чтобы Аллах допустил, чтобы Гульмира меня безнаказанно просто так взяла и обидела. Наверное, это его смс-ка. Наверное, он что-то этим хочет мне сказать. То есть, дальше об этом думаем. Вот это было бы классно. Вот когда мы очень хорошо знакомы со своим Творцом, когда мы знаем, на что он способен, а что он точно не сделает, как он сотворил этот мир, как он нас ведет, как он нас корректирует, он это использует наш Навс как инструмент для корректировки нас и ведения нас прямым путем, тогда мы уже априори не будем этими мыслями мыслить, и у нас не возникнут чувства претензий. То есть, это доля секунды. От негативной мысли до эмоции — это доля секунды. И надо поймать себя в этот момент и сказать, стоп, это неправда. Всевышний не такой. Он не так создает людей и так далее. И тогда мы поймаем себя, и уже не пойдет эта эмоция, не пойдет осуждение, не пойдет претензия, и не пойдет обида. Потому что это все приоритеты Навса, это их любимые чувства, это не наше. Да, совершенно верно. И здесь такой очень интересный момент. Вот все, что ты рассказал, это же про осознанность. Это в психологии называется осознанность, а в шариате у нас это размышляющий человек. Да, точно. Кто это тот, который все время размышляет? Да, и здесь тоже очень тонкий момент. Не женщина, которая живет мозгом. Женщина, которая живет мозгом, чем она отличается от размышляющей женщины? Та, которая живет мозгом, она пытается все контролировать, рассчитать и стабилизировать. Вообще, кстати, любая женщина любит стабилизацию, я тоже люблю. Я хочу, чтобы стабильно муж деньги приносил, стабильно меня любил, стабильно дети слушались. Я тоже очень сильно этого хочу, как любая нормальная женщина. Но мы что понимаем? Стабильность, это что? Это же зафиксированное что-то? Вот когда вода стабильно зафиксирована, она во что превращается? В болото. Это же всегда так. Это холодно в лед. Да, когда стабильно холодно, она становится такой женщиной, как называется? Айсберг. Айсберг, да. И королева же была же. Ледяная, медяная? Нет. Снежная? Снежная королева. Куда вы все в ледяная? Снежная королева, да, такая вот прям реально снежная. Это потому, что все время стабильно холодно, понимаете? Точно так же в нашей жизни, когда идет некая стабилизация, мы останавливаемся в развитии. Но зачем развиваться, когда все классно? Да, точно. Зачем делать дуа, когда все шикарно у человека, да? И поэтому к нам приходят помощники. Все, кто делает нам больно, это наши помощники. Кто-то пришел, сделал больно, реакция пошла, мы начинаем размышлять, да, все. Огромное, просто, прям немимоверное. Если смотреть неразмышляюще, да, что, да, сразу. Да, тогда мы видим, что они виноваты, что все люди виноваты, а я одна такая бедняжка. А когда ты начинаешь включать размышления, ты понимаешь, что за этим стоит что-то, что меня к чему-то учат. Если не будет этих наших инструментов, людей, которые делают нам больно, тогда как нам развиваться? Тогда как нам понять, какие чувства у меня есть? Например, если я все время, меня кто-то злит, вот соседка, например, да, все время меня злит. Это о чем говорит? О том, что я внутри очень злобная женщина, а я могу улыбаться всем, говорить, такая добрая, хорошая, но при этом сама взлюсь все время, либо на детей, либо на мужа. А меня Навс как обманывает? Навс мне говорит, ты потрясающая классная женщина, это они все виноваты. Понимаешь, мы все время, ну, понятное дело, что через Навс это же, это она в зублях все это делает, да? И мы, значит, если в это верим, так-то все виноваты, тогда, блин, как расти, когда как развиваться? У каждой женщины внутри есть бутон, как цветок же есть, который закрытый. Все эти ситуации, претензии мужа, я не знаю, какие-то слова мужа, поступки мужа. Все, что с ним происходит, это все для того, чтобы вот эти бутоны раскрывались. Да, и получается, внутри нас очень много этих бутонов, и мы не знаем, сколько их. Говорят же то, что ситуации такие даются для того, чтобы раскрывать прекрасные имена Всевышнего. То есть когда мы... Да, вот как раз таки, да, эти бутоны раскрываются его именами. То есть какая-то ситуация происходит, человек, он такой, вот он жадный, например, да, он не хочет ничем делиться, а к нему приходит ситуация, то, что он учится тому, что он теперь будет израсходовать из своего имущества спокойно, легко. Да, конечно. А это же огромная милость Аллаха, то, что сейчас, пока мы живы, человек учится этому прекрасному качеству. И он уже раскрывает одно из имен Аллаха. А если он посмотрит на так, что вот он хочет забрать у меня что-то, снова он такой ужасный. Если он будет так смотреть, тогда все будут виноваты. А если он посмотрит так, то, что, возможно, мне нужно научиться этому качеству, там какая-то скупая женщина, она будет, наоборот, израсходовать из своего имущества, особенно тем, кому ей прям не хочется, да, например. Не так, что какой-то человек идет, а просто я... Она в услуги своей не хочет, давай, да. Когда кто-то просит, и она говорит, и то, что ей тяжело дать, тогда уже, да, мы потихоньку учимся, и мы учимся, оцепляем, не присваиваем это имущество. Какое-то пальто, вот этот шарф, или еще что-то, мы смотрим, то, что это... Или вот это ременно с моим видом. Можешь расширяться, а начинать. Найехала она сразу. Вот расширяться, это очень хорошо сказано, потому что сейчас, наоборот, такие часто вот, листаешь, ленту инсты, каждое второе слово защищать границы. Надо защищать свои границы. Если расставлять изначальные границы, особенно, когда выходишь замуж, как ты себя поставишь, так и к тебе будут относиться. То, что нужно, хазардин, вот сразу все в руки надо своей брать, на самом деле, ну, никак нет. Мы же как раз таки учимся, то, что нужно, наоборот, расширяться. Да, потому что, если изначально учить человека ахан джюверме, меня лично так воспитывали. Мне всегда говорили, ольп паражат сымбат стевал таспеннор ахан джюверме. Просто всегда вот так выросла. И все время смотрела, так, каменах макред, не дай бог, кто-то там что-то... Это же тяжело так жить. Все время пытаться контролировать. Не только, если в других людей, чтобы они, не дай бог, где-то что-то у меня забрали. Вот даже, если мои одноклассники, например, смотрят, раньше, как было, вот моя парта, не дай бог, кто-то ручку возьмет. Просто возьмет, там что-нибудь напишет, и обратно. Скандалила. Барбургская лица. Да? Вот мне было не лень подойти, сказать, а что ты просто взял? А что нельзя было спросить? А в смысле, это же, ты же видишь, что это моя ручка? Он говорит, ну ты же ушла, тебе же она не нужна была в этот момент. Я говорю, ну и что? Еще как? Сейчас такая щедрая. Я бы не сказала. И, понимаешь, и начинаю вот это вот... Ты представляешь, все время, целый день, у меня, значит, 3-4 конфликта. Ну, для меня это было нормально. У меня было очень много энергии конфликтовать с людьми. Почему? Потому что эту энергию изначально Аллах для чего дал? Чтобы я помогала людям, чтобы я расширялась, чтобы я потенциал свою развивала. А я что сделала? Я все это, да, в другой русло я начала конфликтовать. То же самое, женщина, которая решила, вот приняла решение, я буду стоять в позиции, женщина, которая защищает свои границы, она будет всю жизнь вынуждена защищаться. И на нее всю жизнь будут нападать. Это же, блин, не жизнь, все время провести какие-то, да, контроли, все время конфликты какие-то непонятные, бесконечные. Тогда где мое поклонение? Тогда где расширение? Где тогда благой нрав? Где тогда мое стремление к Богу? Не до этого будет. Поэтому очень жалко, когда смотришь на женщину потенциально мощную. У нее такая энергия, у нее вообще такие бутоны, да, внутри. Но она что сделала? Она воюет. Она вечно с кем-то. У нее вечно то ли с мамой своей, то ли с инешкой, то ли с сынкой, то ли с мужем. Но у нее вечно где-то какая-то война. И ты смотришь на это, и так больно. Больно за ее потенциал. Не за нее больно, за ее потенциал, потому что она не раскрылась, что она не раскрылась. Это ты думаешь... Хотя она могла вести такой вклад в уму. Конечно, она могла пол-Африки там спасти и так далее. Вы же говорили о том, что вот как раз есть уровни же расширения. Вот самое шикарное сейчас я вспомнила. То, что мы как раз такие, наверное, на первом уровне. Как у кого-то. Мы же сейчас думаем, что нужно важно защищать. Сейчас вот мы сидим, Турдема знала, да, я буду защищать свои границы. Пол-Пол-Тиспендер, это все мое. Тогда я застрянусь на этом уровне. Все, Пол-Да. Есть следующий уровень. Да. Когда тебе не жалко это все отдавать. Да, уже все. А есть еще выше уровень. И когда, как раз таки, чтобы выйти на мировой уровень уже, когда мы будем делать вклад не только вот в этот круг, а в целую уму, нам же как раз таки важно расширяться. А если мы будем вечно защищать, если вот так будем вырисовывать, тогда мы здесь и останемся. Да, мы останемся всю жизнь. И Аллах дает по твоим стремлениям. Вот ты стремишься, Аллах говорит, хорошо, вот это твой круг, и ты всю жизнь вынуждена просто воевать со своими близкими людьми. Это ли жизнь? Это вот ради этого тебя создал Среди Вышний, да? Ну, нужно же задуматься. Ко мне просто разные приходят на консультации. Пришла там, например, ей 60 лет, 65 лет. Вот она 35 лет борется со своей нежкой, со своей обусынкой. Господи, я понимаю, 5 лет. Ну, я понимаю, 10. Ну, хорошо, 15. Все, 15 лет на это потратил. И ты должен задуматься. Я 15 лет на это потратила. Я борюсь с ними 15 лет. Что-нибудь изменилось, ничего не изменилось. Человек же должен немножко задуматься, сказать, может быть, со мной что-то не так? Может, мне надо что-нибудь другое делать, а не воевать все время с ними. Хорошо, ну, ты потратил уже 15 лет своей жизни. Ну, елки-палки, 35-40 лет. Уже все, вся молодость на это. А там ты видишь, что действительно потенциал мощного человека. Просто прям крутейший. И ты думаешь, ты что, издеваешься над собой? Ты что, самый худший враг тебе? Нельзя было немножко задуматься, посмотреть на себя и подумать, а чем мне поработать над чем? Это очень обидно. И когда я смотрю на оружанку, которая 20 лет и так мыслит, ты думаешь, маша-алла. Но здесь тоже есть опасность какая. Карда не усеет. Нужно будет тебе доказывать свои слова. Понимаешь? Если ты сказала, расширяться надо, значит, тебе самой нужно будет расширяться. Если ты сказала, нужно уметь прощать, тебе самой нужно будет прощать. Если сказала, что нужно идти за мужем, тебе самой нужно идти за мужем. Легко даже то, что мыслал без тревога на семинар на Баргангезе, вроде он и не говорит ничего такого. Мы же говорим когда мы уже видим то, что маша-алла, то, что он говорит, то есть он может одно слово сказать, и все люди услышали. Вообще нельзя его хвалить. Пусть Аллах не считает с него, пусть Аллах сделает его еще лучше, а так ты права. Когда ты сама следуешь за тем, что ты говоришь, тебе нужно будет даже не сказать слово. Люди с тобой общаются, они это чувствуют, и они начинают, вокруг тебя люди начинают меняться. А бывает то, что ты максимально курс и тесни, но с ластиватором, ластиватором, а уже люди не верят. И вы застивали, что сперва сама... Хотя они не видят у тебя дома, как ты себя ведешь, они не видят, как ты с родственниками себя ведешь, никто же это не видит, но это чувствуется всегда. Потому что как раз таким особенно состояние женщины считывается всегда. Конечно. Вообще всех людей Аллах так создал. Мы всегда все считываем. Вот бывает такое, вот я не могу объяснить, но я чувствую то-то, то-то. Это не может объяснить. То же самое происходит со всеми людьми. Но почему некоторые говорят, нет, я там не поняла, что там она хитрая, или так... Просто ты не поняла, потому что тебе это было выгодно не понять. Понимаешь? Некоторые говорят, вот я вышла за него замуж, я не знала, что он такой. Нет, ты все знала. Бессознательно ты все знала, ты это все считывала, но тебе было выгодно на этот период вот так вот поступить. Все. И поэтому везде, короче, ты сам. Да, да. Ты хочешь на кого-нибудь перекинуть что-нибудь хотя бы миллиметр, но у меня не получается. Все равно вези сам человек. Классно. Мне так радостно, что все наши жизненные испытания, вся боль, все обстоятельства, что на жизни происходит, это забота Аллаха. Как мы в этой дуне оставили все, что в нас внутри есть нехорошее, проработались и шли дальше. И вам уже не страшно, вам не нужно всю жизнь ходить за каким-то психологом, типа, а здесь я правильно поступаю, а здесь я неправильно поступаю. Потому что обстоятельства сами тебе подскажут, Аллах сам подскажет через обстоятельства, что тебе надо в себе менять. Только вот эту технику понять, то есть механизм, как Аллах работает, как Аллах взаимодействует с нами через испытания, через мужа. Вот муж в этом плане самый-самый мощный инструмент. Дети, родители, обстоятельства, деньги — это все его сообщение, что тебе в себе надо поменять, что тебе надо по-другому начать думать, даже просто достаточно. Алхамдуллях. Это его такая великая забота, которая нас, иншала, приведет к нему. Кульмирка, вообще очень классно говорить о том, что как раз-таки это наше отражение, потому что у нас что? После вот мы же ищем сперва гарантию перед замужством, мы ищем гарантию, хотим все прочитать, бла-бла-бла-бла-бла-масакенди. А потом после замужства у нас иногда могут, а может надо было так сделать, а может надо было то. И вот это уже тоже же самое считывается же всегда. Уже измена мыслей. Да, когда мы начинаем думать, то, что возможно мне надо было еще вот это, вот это, вот это. Да. Или за другого идти. А на самом деле как раз нужно понять, то, что это ровно на твоем уровне человек к тебе пришел. И в любом случае ты бы этот путь прошел. Хоть сенсор брак, ты заверши, ей кончистнее вступи, в любом случае какие-то вот эти жизненные пути, в любом случае это угревало цены. Да, ты хорошо сказала. Точно, муж всегда на твоем уровне. Хочешь, чтобы его иман увеличился? Обрати внимание на свой иман. Шикарно. Да, и страшно, когда человек думает, что нет, он не на моем уровне. Я слышим классно. Я слышим святая. Вообще каждый человек, который считает, что он святой, это вообще конец света. Отвечаю. Это прям ужасно. Влюблен в поклонение. Влюблен в поклонение, влюблен в свои какие-то действия, деяния. Господи, это страшно. До него не достучаться, да. Да, да. Когда человек считает, что, извините, я на таком уровне, и вам всем до меня далеко еще, это все. До этого человека реально, потому что он же далеко ушел туда. Там не достучаешься и не докричаться, понимаешь? Он не слышит тебя просто, да. И каждый человек все время должен, даже вот элементарно перед сном, отчет себе сдавать. Он должен спросить себя, кто я, куда я иду, что я сделала, что я дала, что я смогла. Вот этот вот отчет перед сном, особенно, когда ты наедине, да, в темноте, наедине, вот в этот момент, может быть, даже и совесть, что-то все просыпается. Вот здесь нужно с собой много разговаривать, наверное, спросить себя хотя бы. А что, если мы не будем отчитывать сами себя, ситуация будет нас отчитывать, другие люди будут нас отчитывать. Поэтому, чтобы такого не было, легче, когда мы сами себя отчитываем. И уже, увидев какие-то моменты, мы на следующее утро, раз уж утром мы проснулись, это говорит о том, что Аллах готов нас простить. Дает еще шанс, да, все, мы утром проснулись, аль-хамдуля, значит, что мы делаем? Какие-то выводы. Что я могу исправить, что я могу изменить? И вот это вот стремление исправить, изменить, улучшить, все время нужно в себе хранить. Потому что, страшно, когда человек думает, вот я дошел до такого уровня, я классная, мне можно расслабиться, все. Где, каким местом ты классная, господи? у тебя столько всего внутри, то, что ты еще не осознаешь, да, и думать, что я дошел до какого-то уровня, и теперь мне можно расслабиться, и это они должны до моего уровня дойти. Навс настолько хитрый, Федан Гузбелих настолько хитрый, я что заметила, настолько круто он обманывает людей, люди сами обмануты с собой. Их никто не обманывает, кроме их себя, да. Человек, который думает, я на каком-то там уровне, например, человек там четко придерживается всего, таким людям оказывается очень сложно научиться прощать других. Вот тот человек, который, например, вот научился придерживать, сунул, например, да, вот он в понедельник четверг держит урозу, он не пропускает намаз, он классно, когда ты все это делаешь, ну, у тебя же мысли какие, я это делаю ради Аллаха, я это делаю не потому, что я возвышаюсь, когда все это делаю, расстав право, нет, это разное намерение, я это делаю ради Всевышнего, и свой уровень, я не знаю, да, все, вот твой уровень, это секрет Бога, ты это отдаешь Богу, ты не размышляешь о своем уровне, ты размышляешь только о том, что я сделал, не доделал, у тебя всегда должно быть ощущение, что я не доделал, мне нужно еще улучшить, и это не самообичивание, это не чувство вины, это просто, да, я пинди, да, у меня есть грехи, да, у меня есть навс, но я иду, я путник, все время ощущать себя путником, но когда человек все вот это вот придерживается, у него идет само ощущение, что да, вроде я святой, я намного лучше многих других, особенно в наше время, когда многие пьют, многие там намазки, поток не носят, и ты на них смотришь и думаешь, блин, да я вообще святая, я вообще ангел, да, там на их уровне, вот это самый большой обман, я видела многих таких женщин, которые себя вот так ощущают, но на самом деле, ну как человек, который работает с людьми, ты же видишь, навс человека видишь, гордыню видишь, ты видишь, какие моменты у этого внутри человека неосознанных, и ты понимаешь, что та женщина, которая может быть, это всего не делает, или делает как-то по-своему, что-то получается, что-то не получается, у нее гордыни настолько намного меньше, чем у той, которая все это сделала, и она просто выросла своей гордыней, она думает, что она выросла своей святостью, но она выросла своей гордыней, вот это страшно, когда человек это не осознает, вот это самое-самое опасное, как мне кажется. Как раз попадаются те, кто будет ее, которые будут постоянно ошибаться и выводить из себя. И она будет думать, почему все такие грешные, с такой разве святой женщиной так поступают, а с ней будет очень плохо поступать, и муж, возможно, у нее вот в обратную сторону пойдет, и она будет все время задаваться вопросом, почему я, которая все делает четко, правильно, не грешу, никогда плохого ничего не делаю, такой бестолковый, тупой баран муж. Вот у нее все время внутри вот этот вопрос, как? И нужно задуматься, как так получилось. Просто потому, что не нужно присваивать все, что ты делаешь. Все, что ты делаешь, это милость Бога. Говорят, что мы причины. Я бы даже, наверное, сказала, мы даже не причины. То, что мы причины, это тоже сделал Аллах. Мы кто? Мы никто? Мне кажется, когда мы говорим я никто, это такое чувство свободы, да? Вот почувствуй, ты говоришь, я никто, вот я никто. И одновременно Аллах меня безгранично любит. Господи, ну что тебе еще надо? Вот казалось бы, ну все, больше ничего не надо. Перед съемкой, если у меня лезть был, я никто, хозрай, а когда уже есть я, кто-то, кто-то, я, мы уже появляемся, мои сайты, это все какое-то тяжелое, что-то требование к себе. Какое-то тяжелое, да? Совершенно верно. Какое-то грустное себя чувствуешь. А когда ты говоришь, не-не-не, меня здесь нет, меня вообще нигде нет. Есть только милость Аллаха, только его воля, только то, что он решит, как все будет. Все, ты не то, чтобы отдаешься, ты возвращаешься к Богу. Мы не можем отдать, отдай его на свое. Если признаться, наоборот, легче становится. Я Баган Абасна Дайдханда, типа, мы переживаем, не у нас так, потому что у нас же еще есть зацепка за признание, девушка. Уже я тут, может, за суть, передам привет своей зацепке, да? Она любит признание, для бутылового. Зацепка за внешность, зацепка за признание, байар косл, кадр до утра. В твоем возрасте это еще тебе прощается. Пока это все прощается, да. Но то, что ты признаешь, это говорит о том, что 50% хотя бы на твоей совести. Знаешь, над чем работать. Конечно, страшно, когда не признают. Вот поэтому, любой рост, человек начинается тогда, когда он признает. Вот пока он не признает, он не услышит, когда я там своим близким человеком что-то объясняю. Я говорю, пожалуйста, убери меня. Представь, что не я говорю. Я знаю, что ты считаешь самой тупой женщиной в мире. Убери меня, это не я говорю. Пожалуйста, представь, что не я сказала. Ну, я говорю, вижу то-то, то-то. Пожалуйста, посмотри на это, да. Но я вот прям таки прошу, потому что, понятное дело, ты кто такая, мне так говорите в шаду. И здесь вот нужно везде всюду себя убирать. Просто убирайте все, тогда легче. То же самое, да, Сала, мы же начинали, почему женщина не выходит замуж, тегин-ти. Одна из, это не, конечно, то, что 100% в осаде, нет, просто одна из причин, когда мы влюбляемся в свою святость, в свою чистоту, да, там ходила такая-такая-такая, я делала то-это, я не тронута никем, и, ну, с надавием, что ты мне делаешь. Кемэрский диплом, издевает, что ты более не ставишь, и все. Утяжеляет ситуацию. Обычно, что прикольно, вот вы же сказали про бутоны, которые с хорошими качествами раскрываются, но есть, оказывается, еще бутоны, которые, навсы, они тоже, оказывается, раскрываются по-разному. Например, у оружан свой бутон своих навсов, у него, например, жажда признания, еще такая, потому что свой бутон не воспринимаю. А у меня совсем другой набор бутон и навсов, которые раскрылись. Я могу сказать, Гульмир, чего вы паритесь, это же декоди, бананавс на эталон, да? И так же мы с мужей оцениваем, нам кажется, ну, я-то, по крайней мере, читаю намаз, да? А он, почему он на моем уровне, он же не такой, типа, а потому что у нас свой букет навсов раскрытый, а Аллах, когда видит, что у нас слишком раскрыты свои навсы, открывает его навсы, бутоны. И нам, конечно, неприятно, и мы говорим, нет, я не такая. И чужой всегда видно. Да, и чужой всегда больше. Вот прям черный по-белому, господи, вот прям все четко, ясно видно, да? Это удивительно. А свой нет. Да, свое увидеть, свое навсегда кажется, да, это мелочь просто, это чуть-чуть, это не страшно. Сейчас с каждого знакомимся с новым. Да, и все время это больно. Прям, ты где-то здесь ехать, шахтараду, и подписа, самое интересное, ты думаешь, здесь я призналась, ладно, где-то как-то поработала, уф, альхамдуляхтисной, и тут у тебя новый. А ты что, не знаешь, что я уже на жизнь? Это думаешь, когда вы закончите. Мирочка, Дана, расскажите что-нибудь про самооценку. Ну, вот, как Динара начала рассказывать, то, что некоторые девушки не могут поверить, что Аллах им приготовил, вот мы же говорим предопределение Аллаха, и многие мусульма не путают, говорят, ну, Аллахан, салханшхар, это не означает, что ты должен сидеть, страдать и терпеть. И девушки, когда совершают какие-то ошибки, они думают, ну, наверное, это со мной в жизни происходит из-за моих грехов. На самом деле, за наши грехи, это хорошая новость, конечно, и плохая, но за наши грехи мы будем отвечать только на судный день. А до этого момента, это все просто забота Аллаха, чтобы мы просто в себе что-то скорректировали. И не нужно присваивать себе какие-то хорошие качества, как мы вначале сказали, но и плохие тоже не нужно себе присваивать. Не нужно думать, что это все бельмо на тебе, что это такая печать, ты такая точка. Нет, это всего лишь дегустация, каково это, когда ты вдали от Аллаха, каково это, когда ты не пытаешься найти его удовольствие. Он тебе дает, вот тебе вот эти качества, попробуй с ними справиться без меня. И ты, конечно, не в силах, не присвоил. Да, ты присвоил себе и ты думаешь, я такой-то плохой и ставите себе буквально клеймо, что все, у меня такой Аллах не простит. И вот это и многие у многих людей вот с этими чувствами присвоением своих недостатков идет оценка себя. То есть они начинают себя оценивать не очень хорошим образом. И зачастую, обходя шикарное предопределение Аллаха, строят себе не очень счастливую судьбу своими собственными руками. Лучше отказаться и заранее сказать, ты лучше меня сам веди своим шикарным путем, потому что я напортачу. Я буду идти и на каждом шагу ищу твое удовольствие. И тебя, и твои сигналы, и твои смс, и тебя везде во всем. Во всем видеть его. Да, шикарно. Господи, это что качественное. Еще вот здесь, помните, вы рассказывали историю про самооценку. Ну, здесь надо отметить, что про здоровую самооценку для женщины. История, когда Адам, алейхиссалям, изгнали Израиль с Хавой, он был очень сильно расстроен и кричал о том, что я потерял свой рай, я потерял свой рай, имея в виду Хаву, не сам рай. Это так мило. Хаву, получается, и просил Аллаха, чтобы он воссоединил их с Хавой. Хотя он мог попросить рая, попросил, чтобы воссоединил. И еще здесь мудрость в этой истории в том, что получается, ошибка же произошла, то, что вот из-за ошибки Хавой, да, получается. Мудрость в том, то, что тогда уже, было сказано, что жена, муж и жена не могут ошибаться, да, и что здесь не нужно угнетать, да, друг друга. То есть, наверное, да, когда вот они попали в Дунью, получается, когда он искал ее, то есть, там не было такого, да, что он ищет рай или там еще, он ищет ее. Это действительно очень мило, Да, очень мило. И второй тоже, хикмет такой, что они друг друга не обвиняли, оказывается. Вот представляете, у них была потеря рай. Да, потеря рай. Вот ты потеряешь машину из-за мужа, ты же блин, его готовы убить, всю жизнь пилить его. Из-за тебя мы когда-то проиграли нашу машину или там дом и так далее, да, ты готов всю жизнь его за... А там был потерян рай. И они, оказывается, друг другу не сказали, ты виноват, не ты, вот как ты мог, как ты могла, нет. Для нас это такой большой пример, даже когда они потеряли рай, муж и жена, они всегда вместе. То есть тоже... Они ищут друг друга, они стремятся друг к другу. И здесь вот то, что ты говоришь, как он искал хаву, да, это говорит о том, насколько женщина важна для мужчины, насколько она ценная, насколько она любимая, насколько она желанная. Это же так, на самом деле, раз он из миллиардов женщин выбрал тебя, женился на тебе, это говорит о том, что он видит в тебе свою хаву, он видит в тебе, значит, свое успокоение. Но какой момент становится так, что он ее ненавидит, он ее обижает и так далее? Когда у него вот это вот сердце перед ней закрывается? Ну, тогда, когда она же начинает. А что с женщиной начинает? На самом деле, она начинает. Ну, она, наверное, просто выходит из своей роли. Помните, мы проходили на уроке, это мой самый любимый момент, когда Алия Ханам нам рассказывала, то, что, по идее, когда они находились в раю, Адам и Ева, Аллах же создал ей, Еву, только в одном экземпляре, хотя это рай, это пик наслаждения. Он же мог ему создать 50 жен, а он создал только одну. Это такая хорошая новость. Это означает, что если мы будем в одной роли, то даже для пика счастья для мужчины будет достаточно одной женщины. А просто мы выходим из своей роли, потому что нам же недостаточно, нам же хочется властвовать, да? Да. Мы начинаем вступать в роль финансового директора или в роль мамы или в роль Финпола и начинаем в другие роли на себя, в роль судей или обвинителя. А когда мы четко знаем свою роль и не выходим из нее, когда он этой нашей роли удовлетворяется, то он и не будет искать других развлечений, потому что это пример того, что у Адама была всего одна жена, это был пик наслаждения. Это очень воодушевляет. То есть, значит, есть над чем поработать, и, значит, можно не бояться выходить замуж из-за того, что там есть какие-то страхи, да, по этому вопросу. Хотелось бы еще добавить, то, что мы же сейчас все обсуждаем, да, в основном про наш навс, про то, как нам нужно там работать над собой и так далее. И частый вопрос, это прямо один миг, снова мы уходим, что самобичевание, почему? Потому что у нас появляются ожидания. То, что сейчас я послушала этот подкаст, оказывается, я тут такая-такая-такая плохая, теперь мне не нужно быть такой-такой-такой, я должна просить тех-этих-этих-этих. И у нас какие-то ожидания, и нам больно потом признаваться то, что нам сейчас сложно вот простить кого-то, нам сейчас сложно отвечать любовью, нам сейчас сложно просто улыбнуться дальше. И когда у нас урок был тоже, шикарный ответ я получила на свой вопрос, то, что нужно, оказывается, просто признаться. То есть, в частности, именно когда мы делаем дуа ночью перед сном, например, да, прочитали намазы или просто сели делать дуа, и мы просим, я рабом, вот сейчас я в таком состоянии, это сейчас мой уровень, сейчас мой навс позволяет только так отвечать грубо, немного жёстко, но я перед тобой, пожалуйста, позволь внуши в моё сердце вот это. И вот это признание, вот признаться просто в своих чувствах, быть в правде, это уже дорого стоит. То же самое, уметь признаваться, коль Мирка, я там вот почувствовала по отношению к вам вот это, Динара, я почувствовала к вам вот это, это уже, а мы же перекрываем все эти чувства. Да, да. Я не ошибаюсь, потому что у нас есть что? У нас есть мысль, то что я должна быть совершенной, идеальной. Сейчас я выслушала то, что идеальная жена, она должна быть такой, и ожидаем от себя. А мы же слабы, мы вообще, просто их правда никто, да, у нас не всегда получается. Да, 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 приоритет надо ставить, или я очищаю свое сердце ради Аллаха и скажу Гульмире, что я к ней испытываю, или я боюсь ее мнения о себе, и просижу тихо. Конечно, надо приоритет ставить свое чистое сердце и всем-всем говорить, что ты по отношению к нему чувствуешь. Красиво сердце, недоносительно. Красиво передавать чувства. Очень здорово, да, и ты знаешь, вот это вот признаться, как ты сказала, да, свое бессилие перед Богом. Да. Причем это важно, потому что, когда мы признаемся в своем, в своих бессилиях, в том, что мы вообще ничего не можем, тогда мы получим что от Аллаха? Его силу, мощь, раскрывается его силу. и вот это вот его сила, которую он нам дарует, это и поможет нам работать с этим же Навсом. Поэтому очень важно все время из себя вот это все скидывать и говорить, да, я бессильна, да, я очень-очень слабая, хальсис пинде, это вот про меня. Как только мы стоим позицию хальсис пинде, мы перестаем все контролировать, мы перестаем за все хвататься, цепляться и так далее. Потому что мы понимаем, что это просто бессмысленно. Я вас начинаю проявлять свое бесконечное милосердие. Конечно, я буду показывать, вот ты расслабился, вот ты хальсис пинде, я тебе сам буду вести. Классно же, вот на самом деле это же все легко. Где здесь самообичевание, где здесь мы кого-то обвинили, где здесь мы там, женщина вечно виновата, почему себе так слышу, что я так говорю, я так не говорила никогда в жизни. Ну и все говорят, вот ты говоришь, что женщина вечно виновата. Где? я так сказала. Я так услышал, то мы вам говорим, нет, это не так, кайфуйте. Наслаждаясь просто жизнью и понимаете, что на каждом своем шагу вы должны искать просто довольство Бога. И искать, жить вот так вот, искать довольство Бога, это есть наивысшее наслаждение, которое человек может почувствовать. Потому что счастье Аллах спрятал в таких вещах, когда мы кому-то служим, когда мы полезны обществу, уме, и когда мы каждую секунду ищем его довольствия, мы безгранично счастливы. Уже мы идем по своему пути, ну, говорят, сейчас можно предназначение дзи-ду-он-и-экзи, а на самом деле сказано же мессендер тех, холш-лова шанджара. То есть самое главное предназначение. И тогда мы уже все на своем месте, на своем главном месте, да. И вот очень важно, да, получается, сейчас же вот модное слово жить в потоке, да, то есть, получается, это как осознанная жизнь, то есть мы берем руководство, да, которое нам дал Аллах, да, получается, мы живем, то есть для нас-то осознание, как бы, да, осознанная жизнь, это вот и есть. Потом сейчас очень актуально аффирмации, да, это наши зикры, дуа, медитации, это наш намаз, да, который пятикратно, да, мы приходим. Что еще нужно? Да, что еще нужно? Осознанность, да. Будь счастлив. Нас, как говорится, сюда отправили, дали нам руководство, то есть нас не оставили. И облегчает жизнь тогда, когда мы не ставим какие-то условия. У нас нет условий, шарчок, конечно. Вот как только у нас внутри есть условия, какая-то картина, и реальность не совпадает, здесь вот эта стыковка, нестыковка, это и есть несчастье, где мы вот это ощущаем, да, страдаем и так далее. А когда у тебя внутрь нету картины, потому что наилучшая картина от Бога, это, говоришь, я рабом, сам нарисую всю эту картину, наилучшим образом сам все сделай, я просто иду, я путник, по этому пути я иду. Вот тогда, да, все классно. Бульмерочка, что-нибудь в завершение скажете? И мы завершим ваш сегодняшний подкаст. Да, думаю, например, многие клиенты мне часто говорят, почему вы говорите, что у меня самооценка низкая, в то же время, что у меня мега огромная гордыня. Потому что это такой парадокс Ахзубиля и Навса, то, что они будут использовать все инструменты, все слова для того, чтобы вас обмануть и разлучить вас с мужем, для того, чтобы вызвать у вас чувство неблагодарности или обиды, претензий на Аллаха. Поэтому не слушайте их, наоборот, слушайте, читайте имена Аллаха, какой он. То, что ваше сердце хочет, это и есть то предопределение, которое вам Аллах предписал. И оно намного круче, чем ваше ожидание. Если идти вот именно по его предопределению и верить, что оно намного круче, чем мои предположения и планы, то вы не ошибетесь, Нишала. Амин, амин. Благодарю. Благодарю, моя красоточка, Нишала. Ругать сегодня, ладно, не буду вас ошибить. Я очень надеюсь, что данный подкаст будет полезен. Это наша самая главная цель, Нишала. Очень надеюсь, что вы сможете услышать сердцем. Если мы где-то сказали грубо, если мы где-то сказали, что кого-то сильно задело, просим прощения, Нишала. Все было сделано ради Аллаха. Я очень надеюсь, что все было сделано ради Аллаха, Нишала. Пусть так будет. Благодарю всех. Пусть все будет во благо. Асалам алейкум, благорикатух. И попрощались, и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова